Дорогие слушатели, сейчас вы услышите два рассказа Роберта Шекли. «Игра. Вариант по первой схеме» и «Чумной район». У микрофона Александр Большишальский. Желаю вам приятного прослушивания. Рассказ первый. Роберт Шекли. «Игра. Вариант по первой схеме». «Game. First Schematic». Рассказ написан в 1971 году. Возможно, он еще не совсем проснулся, а может, всему виной шок, который он испытал, попав через овальную дверь из темноты коридора на громадную тихую арену. Вокруг него, уходя высоко в небо, громоздились концентрические каменные ярусы, фокусирующие жар и энергию зрителей. Лучи яркого утреннего солнца ослепительно отражались от белого песка, от чего у него закружилась голова, и он даже не мог вспомнить, где, собственно, находится. Оглядев себя, он отметил, что одет в голубые футболку и красные шорты, а к левой руке привязана кожаная ловушка. Вправо он держал четырехфутовой длины дайнем, тяжелый и привычно успокаивающий. Как того требовали правила, его локти и колени прикрывали защитные налокотники и наколенники, а на голове красовалась желтая оперенная шапочка. Ее, правда, правила не оговаривали, но и не запрещали. Все было очень знакомо. Но вот что это значило? Он пощупал шнуровку ловушки, убедился, что дайниум свободно скользит по бронзовой оси, коснувший запястья ощутил привычную мягкость обращенного шершавой кожи внутрь на пульсника и сказал себе, что все в полном порядке. Вместе с тем его не покидало тревожное чувство, будто он прежде никогда не выходил на арену, ни разу не слышал о дайниуме и даже не знал названия игры, в которую должен играть. Резко тряхнув головой, он сделал три плавных скользящих шага, проверяя ход роликовых коньков, развернулся и объехал свой сектор игровой площадки. Теперь он слышал гул толпы. Перед началом партии зрители всегда вели себя беспокойно и отнюдь недружелюбно. Всему виной, конечно, коньки. Ведь роликовые коньки экипировка нетрадиционная, и зрители не хотели прощать их ему. Неужели они не понимают, что на коньках вести матч куда труднее, чем без них? Попробуйте-ка отбить мяч при приеме низкой подачи, если коньки делают задний откат. Неужели им неизвестно, что преимущества в скорости нивелируются повышенной требовательностью правил? Видимо, они считают, что он способен выиграть и безо всяких коньков. Он вытер лоб и оглядел оживленные трибуны. Трое судей уже заняли свои места. Их лица скрывали украшенные перьями маски с прорезями для глаз. Девушка с завязанными глазами опустила руку в высокую плетеную корзину, выбрала мяч и вбросила его в игру. Первый удар был за ним, поэтому он взвесил в руке мяч в виде сплюснутого сфероида, очень сложный мяч для подачи, но еще более трудный для приема. Его соперник стоял на противоположном конце площадки, согнув ноги в коленях и немного наклонившись вперед. Потом он подбросил мяч в воздух и, недолго думая, закрудил его дайниумом. Толпа замерла, наблюдая за вращающимся всего в метре от земли мячом. Он отрегулировал наклон ловушки, но, выполнив эту обычную процедуру, вдруг с отчаянием понял, что сегодня не его победный день. Ни день, ни неделя, ни год, ни даже, возможно, десятилетие. Однако он собрался, позволил дайниумому соскользнуть в концу стержня и сделал подачу. Мяч отлетел, словно подбитая птица, а зрители разразились одобрительным смехом. Все-таки это был хитроумный и хороший удар. Буквально перед сеткой мяч будто ожил, лично им изобретенная подача, и, взмыв свечой вверх, перелетел через сетку и задел его противника, который играл без коньков. Услышав рев зрителей, он обернулся и понял, что соперник каким-то чудом ухитрился принять подачу. Он видел, как мяч, нехотя вращаясь в обратную сторону, летит назад. Дрянной отбой подачи, такое ничего не стоит отразить и вывести противника из занимаемой позиции, выиграв тем самым психологическое очко. Однако он предпочел пропустить мяч, и теперь противник, по-видимому, имел преимущество. Послышались свистки и неодобрительные выкрики, но он проигнорировал их. Сегодня было чертовски жарко, почему-то болели ноги, и он чувствовал себя утомленным. И вот уже не в первый раз появилось ощущение, что состязание потеряло смысл, и вообще смешно даже думать о нем. Надо же, взрослый мужчина так серьезно относится к игре. Ведь жизнь куда больше, чем эта игра. Жизнь — это любовь, дети, закат и вкусная еда. Почему же состязание должно сокращать ее? В игру ввели другой мяч, большой, бесформенный и мягкий. Слишком легкий для него, таким мячом он играть не любил. Он не мог придумать, как с ним обращаться, потому просто забраковал его, поскольку имел такое право. От раздражения забраковал и следующие два, хотя последний явно ему годился. Пока мячи по очереди уносили, он сделал на коньках полный разворот на месте и плавно проехался вдоль трибун. Игра еще толком даже не началась, а его правое плечо уже разболелось и ужасно хотелось пить. Прикрывая глаза от солнца ловушкой, он выпил стакан воды и подъехал к мальчику-ассистенту за другим стаканом. Он не знал, наблюдали ли за ним судьи, но, по-видимому, все-таки наблюдали, ведь он затягивал партию. Ну и пусть. Ему нужно время, чтобы обдумать стратегию и составить точный план игры. Не наметки, не схему матча, несмотря на советы некоторых знаменитых профессионалов, а точную генеральную стратегию, легко приспосабливаемую к партии, основанную на базовых принципах и заключающую в себе всю необходимую полезную информацию. Конечно, он может обойтись и безо всякого плана. Как всякий профессионал, он может играть и по плану, и без него. Он способен играть в пьяном виде, больным или полумертвым. Он может не выиграть, но играть способен всегда. На то он и профессионал. Он обернулся, чтобы изучить арену, ненавистные размеченные секторы, черную запретную зону, красные-голубые полосы, на которые не позволено наступать. И вдруг обнаружил, что не может вспомнить ни правила игры, ни системы подсчета очков. Он не знал, что делать можно, а что нет. И в панике почувствовал себя сбитым с толку человеком, затянутым в резиновый костюм, неустойчиво стоящим на коньках перед враждебно настроенной толпою и играющим в игру, о существовании которой не подозревал. Выпив второй стакан воды до дна, он выкатился на площадку. Во рту уже ощущался противно кислый привкус, а пот заливал глаза. Он сделал широкий шаг, а Дайниум запутался в ногах, словно подбитая птица. И снова был брошен мяч, на этот раз в виде какой-то лепешки. Мяч-уродец невозможный, мяч даже для него призванного мастера невозможных мечей. Таким ты и до сетки не кинешь, а уж чтобы перебросить через нее и подавно. Если он сумеет перебросить мяч через сетку, но ему-то ни за что это не сделать. Тогда он неуверенно принялся себя убеждать, что не победа важна, а участие. Взвесив на руке мяч, он принял позу для подачи и бросил мяч на песок. Толпа безмолвствовала. «Теперь слушайте», — сказал он так громко, что его услышали на самых верхних, залитых солнцем трибунах. «Я заблаговременно предупреждал устроителей, что настаиваю на установке солнцезаграждающего козырька. Заметьте, его так и нету. Не зная, что его не будет, я не надел солнцезащитных очков, поскольку налицо явное нарушение условий договора, то, леди и джентльмены, к сожалению, игра сегодня не состоится». Он стянул с головы украшенную перьями шапочку и поклонился публике. Несмотря на отдельные возгласы недовольства и несколько свистков, все восприняли это нормально и стали расходиться, не выражая протеста. К этому привыкли. И хоть он появлялся на корте почти ежедневно, неважно, шел ли дождь или светило солнце, в действительности же едва ли доводил до конца более десятка матчей за год. Он и сейчас не собирался этого делать. Слишком много прецедентов. В таблицах результатов матчей, печатающихся почти в любой газете, можно найти изрядное количество прочерков. Даже в первых исторических упоминаниях об игре, выбитых на камни, даже там можно видеть, что легендарные соперники античности имели весьма нерегулярные протоколы посещаемости. Правда, ему это не очень-то нравилось. Судьи встали с места, он поклонился им, однако те сделали вид, будто не заметили его приветствия. Тогда он вернулся к разграничительной линии площадки и выпил еще один стакан воды. Его соперник уже ушел, и он снова выехал на площадку, чтобы потренироваться в ударах о стену. Он спокойно и уверенно разъезжал по покрытому эмалью кафелю, восстанавливая удары и не переставая изумляться собственному мастерству. Теперь он снова в форме, ему было жаль, что это уже не считается. Но как там говорится, легко выполнить любой удар за исключением приносящего успех. К концу дня песок был испещрен следами капель его пота и крови, однако что бы он ни делал, уже не засчитывалось, а поэтому он просто игнорировал отдельные аплодисменты. Он знал, что тренируется ради сохранения собственного уважения и веры в то, что мог бы выиграть и эту последнюю игру. Наконец, он устал и нырнул в раздевалку и, переодевшись, вышел на улицу. К его немалому удивлению, уже стемнело. Уже темно? Чем же он целый день занимался? Ему почему-то казалось, что он был участником какого-то невероятного судьбоносного состязания. Он отправился домой и хотел было обо всем рассказать жене, но не мог придумать, как это сделать. А потому просто промолчал и на вопрос жены, как шли на работе дела, лишь ответил «нормально». Но они оба поняли, что нормальными дела не были. По крайней мере, не в этот раз. Не сегодня. Рассказ второй. Роберт Шекли. Чумной район. Plague Circuit. Другие названия. Так начинаются эпидемии. Реестр важнейших эпидемий. Рассказ написан в 1971 году. Неопытные путешественники стараются материализовываться в каком-нибудь укромном месте, в уединении. Они возникают на помойках, в складских помещениях, в телефонных будках, отчаянно надеясь, что переход выполнен гладко. И неизбежно подобное поведение только привлекает к ним внимание. То самое, чего они хотели избежать. Но для такого опытного путешественника, как я, переход — это пустяк. Место моего назначения — Нью-Йорк в августе 1988 года. Я выбрал вечерний час пик и материализовался в гуще толпы на Таймс-сквер. Конечно, для этого требуется определенная сноровка. Нельзя же просто появиться. Надо сразу начать двигаться. Голова слегка наклонена, плечи чуть сгорблены, в глазах бессмысленное выражение. Тогда никто тебя не заметит. Я провел всю операцию превосходно и, держа в руке чемоданчик, поспешил в центр. Там, возле пруда у Вашингтонской арки, опустил чемоданчик на землю и возвел руки к небу. На меня оглянулось несколько человек. «Подходите же, друзья!» — воскликнул я. «Подходите скорее! Не упускайте возможность! Не надо смущаться и робеть! Подходите ближе и слушайте добрые вести!» Стала собираться маленькая толпа. Ко мне обратился молодой парень. «Эй, а что вы продаете?» Я улыбнулся ему, но не ответил. Мне нужна была большая аудитория. «Подождите же, друзья! Подходите и внемлите!» «Это то, чего вы ждали! Прекрасная возможность и последний шанс!» Вскоре собралось человек тридцать, и я решил, что для начала достаточно. «Славные жители Нью-Йорка!» «Я хочу поговорить о загадочном заболевании, неожиданно вошедшем в вашу жизнь, о победении, попросту называемой «синей чумой». Сейчас вы уже знаете, что спасения от этого безжалостного убийцы нету. Конечно, врачи продолжают заверять вас, что ведутся исследования, что скоро, дескать, будет найден ключ и определена радикальная терапия. Но на самом деле у них нет ни сыворотки, ни антител, ничего. Да и откуда? Ученые не в состоянии даже выяснить причины заболевания, пока они наработали лишь пустые и противоречивые теории. Из-за жуткой активности быстрого распространения возбудителя, чрезвычайной заразности и неизвестных последствий Морра, можно ожидать, что врачи не успеют найти вовремя лекарства для вас, страдающих. Вся история несчастного человечества ясно показывает. Несмотря на попытки контроля и лечения, эпидемии сферепствуют до тех пор, пока они исчерпывают себя. Кто-то в толпе засмеялся, многие улыбались. Я объяснил это для себя истерии и продолжал. Но что же делать? Останетесь ли пассивными жертвами чумы, обманутые напускным спокойствием правителей? Или осмелитесь использовать что-то новое, неотмеченное штампом согласия дискредитировавших себя политико-медицинских властей? К тому времени толпа разрослась с человек до пятидесяти. Я быстро окончил свою речь. Врачи не могут защитить вас от синей чумы. Нет, друзья мои. Но я могу. Не теряя ни секунды, я раскрыл чемоданчик и зачерпнул пригоршню больших белых таблеток. Вот лекарство, которое усмирит синюю чуму. Нет времени объяснять, откуда оно у меня и как действует. Не буду я нести и научную тарабарщину. Вместо этого я предоставлю конкретные доказательства. Толпа притихла и обратилась в напряженное внимание. «Приведите мне заболевшего!» Вскричал я. «Приведите десять. Если в них еще теплится жизнь, они встанут на ноги. Введите их ко мне, друзья. Я вылечу любого мужчину, женщину или ребенка, страдающего от синей чумы!» Секунда еще продолжалось молчание, затем толпа взорвалась смехом и аплодисментами. Я пораженно услышал реплики, доносящиеся со всех сторон. «Студенты веселятся!» «Ну, для хиппи он староват!» «Я спорю, это пойдет по телевидению!» «Эй, мистер, а что вы затеяли?» Я был слишком потрясен, чтобы пытаться ответить. Я просто стоял у своего чемоданчика, зажав в руке таблетки. Толпа постепенно рассеялась, а осталась только одна девушка. «Так что это все значит?» Спросила она. «Реклама?» «Вы собираетесь открыть ресторан или магазинчик?» «Расскажите мне, может, я помогу вам с оформлением документов?» «Хорошенькая девушка, лет двадцати, стройная, темноволосая и кореглазая. Ее трогательная самоуверенность вызвала у меня жалость». «Это не шутка. Если вы не будете остерегаться чумы, то...» «Какой чумы?» Изумилась она. «Синей чумы. Чумы, которая свирепствует в Нью-Йорке». «Послушайте, приятель, никакой чумы в Нью-Йорке нету. Ни синий, ни желтый, ни черный. Никакой другой. Но признайтесь же, что вы задумали?» «Как нет чумы?» Переспросил я. «А вы уверены?» «Совершенно. Наверное, держит в тайне», — пробормотал я. «Хотя это невозможно. От пяти до десяти тысяч смертей ежедневно трудно скрыть от газет. Так, сейчас август 1988 года?» «Да». «Эй, что вы повледнели? Как вы себя чувствуете?» «Прекрасно», — ответил я, что не соответствовало истине. «Вам, пожалуй, лучше присесть». Она подвела меня к садовой скамейке. Неожиданно мне пришло в голову, что я ошибся годом. Может быть, компания имела в виду 1990 или 1998. Если так, то меня могут лишить торговой лицензии за продажу лекарства в незараженном регионе. Я вытащил бумажник и достал тоненькую брошюру, озаглавленную «Чумной район». Брошюра содержала даты всех великих эпидемий, их типы, количество погибших и другие важные сведения. С огромным облегчением я убедился, что нахожусь в нужном месте и в нужное время. «Чумной район?» — удивилась девушка, заглянув через мое плечо. «Что это такое?» Мне следовало скрыться. Мне следовало даже вообще дематериализоваться. Компания давала на этот счет строжайшие указания. Но мне теперь было все равно. Я внезапно захотел побеседовать с этой очаровательной девушкой в старинной одежде, сидевшей на солнышке рядом со мною в обреченном городе. «Чумной район» — это список дат и мест, где разражались или еще будут свирепствовать основные эпидемии. Такие, как и «Великая чума» в Константинополе в 1346 году или «Лондонская чума» 1664 года. «Вы, надо полагать, там были». «Да, меня послала компания «Медицинская помощь во времени». «Значит, вы из будущего?» «Да». «Вот и чудесно!» — воскликнула девушка. «Только вы ошиблись, у нас нет чумы». «Что-то не так», — признался я. И словно нарочно задерживается мой помощник-разведчик. «Вероятно, затерялся во временном потоке». Она наслаждалась собою. «Мне же все происходящее казалось отвратительным. Девушка, если только она не из единиц счастливцев, чуму не переживет». С другой стороны, разговор с нею меня увлекал. Я никогда не беседовал с жертвой эпидемии. «Ну что же», — произнесла она. «Приятно было познакомиться. Боюсь, однако, что вашему рассказу никто не поверит». «Надеюсь. Я достал из кармана горы с таблеток. Пожалуйста, возьмите их. О, серьезно. Для вас и вашей семьи. Сохраните их, пожалуйста. Они еще пригодятся, вот увидите». «Ну, хорошо, премного вам благодарна. Счастливого путешествия во времени». Я смотрел ей вслед. Мне показалось, что, завернув за угол, она выбросила таблетки, впрочем, не уверен. Я сидел на садовой скамейке и ждал. Джордж появился за полночь. Я обратился к нему с гневной тирадой. «Что произошло? Я чуть не опростоволучился. Тут нету никакой чумы». «Успокойся», — сказал Джордж. «Я должен был прибыть сюда неделю назад, но компания получила правительственную директиву отложить операцию на год. Затем распоряжение отменили, и все пошло по плану». «Так почему меня никто не предупредил?» «Тебя собирались уведомить, но в суматохе... Мне очень жаль, поверьте. Теперь можно начинать». «А стоит ли?» «Что стоит?» «Да сам знаешь». Он пристально посмотрел на меня. «Да что с тобой случилось? В Лондоне ты был не таким». «Но то был 1664 год, а это 1988-й. Он ближе к нашему времени. И люди выглядят более, ну, человечными». «Надеюсь, ты ни с кем здесь не братался», — заметил Джордж. «Ну, конечно, нет». Джордж вздохнул. «Я знаю, наша работа может стать эмоционально неприятной. Но надо же трезво смотреть на вещи. Бюро населения предоставило им богатый выбор. Оно дало им водородную бомбу». «Ну да». «Но они не испытали ее друг на друге. Бюро дало им все средства для ведения действительно масштабной бактериологической войны. Но и их они не использовали. Наконец, бюро предоставило необходимую информацию, чтобы сознательно сократить рост населения. Но они и этого не сделали. Они продолжали просто бездумно размножаться, вытесняя стальные виды и друг друга, пачкая и отравляя землю. Я знал все это, однако, слушая, постепенно приходил в себя. «Ничто не может расти безгранично», — продолжал Джордж. «Все живое должно находиться под контролем. У большинства видов такое выравнивание происходит естественным путем. Но люди вышли из-под власти природы. Они должны сами выполнять эту работу». Джордж вдруг побледнел и еле слышно добавил. «Только люди никогда не видят необходимости прореживать свои ряды. Никак не могут научиться. Вот почему необходимы наши чумы». «Ну, хорошо», — сказал я. «Давай». «Около 20% выживет», — произнес Джордж, словно уговаривая себя. Он вынул из кармана плоскую серебряную флягу, отвинтил колпачок, опрокинул флягу над канализационным люком. Вот и все. Через неделю начинай продавать свои таблетки. После этого планом предусмотрены остановки в Лондоне, Париже, Риме, Стамбуле и Бомбее. Я кивнул. Наша работа необходима. Но иногда трудно быть садовником людей. Дорогие друзья. Также предлагаю вам подписаться на мой телеграм-канал читальня номер 5. И если вы пользуетесь сервисом «Дзен», там вы также можете услышать рассказы в моей озвучке на канале «Читает Большишальский». Еще раз благодарю вас за ваше внимание и вашу поддержку, за добрые слова в комментариях и неизменный оптимизм. Если вы смотрите меня на ютубе, то прямо сейчас на экране вы можете увидеть другие мои видеоролики, которые можно посмотреть. Всех вам благ и до новых встреч!